Удивляетесь? Думаете, правда что ли шаурму затеял? Правда. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Чудовищное распространение этого рецепта сослужило ему крайне плохую службу. И сейчас, чаще всего, это блюдо звучит в контексте джанк-фуда, ну или мусорной еды. И я хочу сегодня попытаться реабилитировать в ваших глазах это блюдо. В соседнем городишке есть одно заведение, где турки кормят испанцев исключительно шаурмой. Вернее, таких заведений здесь в округе довольно много, но именно в одной из них постоянно стоит очередь. Я попытал повара и сегодня хочу вам рассказать, чем же таким интересным подкупили хитрые турки местных привиледливых испанцев. Пройдем на рабочее место. Для начала я хочу отметить, что испанцы очень большие любители плотно поесть. Очень плотно. Не раз и не два я наблюдал в ресторане, как какой-нибудь крепкий дух медальга один расправлялся с целой паэльерой. Паэльеры это вот такая здоровенная сковородка, на которой готовят и подают паэлью. И в ресторанах в меню практически всегда стоит отметка, что это блюдо минимум на двоих персон. Местные жители, как правило, обедают не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Процесс принятия пищи у них занимает минимум час, как правило, полтора, а то и два. Ну правильно, куда спешить? После обеда сиеста. Надо полежать, подремать, чтобы завязался жирок. Теперь представляете, насколько сложная задача привить вот таким приверженцам медленной еды любовь к фастфудному блюду. Рассказываю, как хитрым туркам это удалось. Сначала общие принципы готовки, ну а секреты пойдут чуть позже. Для начала нарежу потоньше капусту. Шаурма, по сути, это овощной салат, смешанный со свежеподжаренным мясом, который для удобства потребителей заворачивают в тонкий лаваш, либо укладывают в питу. Чтобы капуста была вкусной, ее надо хорошенько подавить, чтобы она дала сок. Только не забудьте посолить сначала. Смотрите, очень хорошо. Теперь очередь помидоров. Нарезаю их тонкими ломтиками. Конечно, лучше использовать мясистые сорта. Сливки, например. Огурцы. Чем тоньше, тем лучше. Если шкурка слишком грубая, как у меня, ее можно срезать. Если огурцы молоденькие, хотя какие сейчас молоденькие, то можно не срезать. И очень важный ингредиент. Репчатый лук. Лучше всего сюда, конечно, подойдет сладкий, как у меня. Но если сладкого вдруг под рукой не оказалось, берите обычный репчатый, обдайте его кипятком и сбрызните немного яблочным уксусом. Только не надо использовать столовый. В нем же, кроме кислоты уксусной, больше и нет ничего. А нам нужны ароматы. И не переусердствуйте. Пусть лук будет с легкой кислинкой. Овощная часть подготовлена. Теперь время секретов. Соусы. Никаких кетчупов. Никаких майонезов. Испанцев таким не возьмешь. Сами по себе овощи и мясо в шаурме звучат достаточно скучно. И хитрый турок подкупил местных привередливых испанцев шаурмой с двумя классическими испанскими классными соусами. Вместо обычного майонеза, который заполонил ну все вокруг, он использует олеоли. Это классический испанский соус. Подробности его изготовления вы можете увидеть в этом ролике. Щелкайте обязательно и посмотрите, если вдруг еще не видели. Этот соус создан на основе чеснока и оливкового масла. В домашних условиях испанцы часто добавляют яйцо. Мы сейчас его приготовим. А вместо вездесущего кетчупа он использовал сальса браво. Про сальса браво я говорил не раз и не два. Вы можете увидеть блюдо с этим соусом здесь, например, или здесь. Сейчас мы все приготовим. Давайте приступать. Сальса браво не просто так в переводе означает смелый соус. Это очень острый соус. И турок, чтобы хоть немного сгладить пожар, добавляют шурму, немного несладкого йогурта. Все подробности изготовления олеоли вы можете увидеть в отдельном ролике. Здесь я покажу изготовление факультативно. Яйцо, чеснок, соль, оливковое масло и 45 секунд работы блендером. Обязательно посмотрите вот этот ролик, если вы его еще не видели. Очень важно сначала не отрывать крыльчатку одна стакана до тех пор, пока из-под нее обильно не поползет эмульсия. Иначе он засосет сразу слишком много масла и соус не взобьется. Чем больше масла, тем гуще соус. Одно среднее яйцо может эмульгировать 150, а то и 200 миллилитров масла. Смотрите, оливок готов. Теперь сальса браво. Тут тоже все очень просто. Нарезаю лук. Для сальсы браво, чем меньшего размера будут кубики, тем лучше. Разогреваю в сковороде ложку оливкового масла. Теперь чеснок, также мелко. И все это обжариваю на среднем огне. Не забывайте помешивать. Не дай бог подгорит, вкус будет безнадежно испорчен. Нужен острый перец. У меня каенский. Лук и чеснок в отличном состоянии. Самое время добавить остроты. Если вы используете свежий перец, то его надо обжарить с луком и чесноком минуты 3-4. Сухом уже хватит. Буквально одной. Теперь добавляю протертые помидоры. Вы, кстати, можете использовать и хорошую томатную пасту. Немного побулькает и доведу до вкуса. Для этого нужны будут соль, сахар и винный уксус. Если у вас нет винного уксуса, то можно, конечно, использовать и яблочный. Хоть по вкусу это будет и беднее. Только заклинаю вас, не надо плюхать в этот соус столовый уксус. В этом соусе очень важны именно винные, ну или на худой конец, яблочные ароматы уксуса. А не сама по себе уксусная кислота. Итак, соусы готовы. Разберемся с мясной начинкой. Вот здесь у меня фарш из говядины, обильно приправленный черным перцем, молотым кориандром и солью. Я для этого фарша взял вчера очень жирную говядину, подморозил ее слегка, перемолол в мясорубке, добавил льда и хорошенько вымесил, набавив пряностей. Почему говядина мина жирная? Почему лед? Если не видели, щелкните сюда, ну или зайдите в описании видео, ролик про сливочные сардельки. Там я очень подробно рассказал про все тайны биохимии и механизмы удержания влаги в мясе. Так вот этот фарш за счет жира и правильной температуры вымешивания сейчас содержит много воды, а значит при обжаривании будет очень сочным. Почему фарш? Как раз таки для сочности. Местные турки, ну а вернее вот этот самый повар из заведения, на эту длинную пику свою насаживает попеременно куски мяса и лепешки из этого самого фарша. Куски мяса помогают вот этому самому гигантскому шишкебабу держаться вместе и не развалиться во время обжарки. В домашних условиях я предлагаю поджарить этот фарш в виде котлеток на сковородке. Сковорода у меня очень хорошо разогрелась. Отправляю сюда вот такую котлету. Котлету я сделал очень тонкой. Шурма вкусна тогда, когда все мясо в ней имеет как можно больше вот этих самых поджаристых бачков, поджаристых кусочков. И обжаривается такая котлета практически мгновенно. Еще полминуты, минута и можно снимать. А я тем временем куриную грудку нарежу. Я две разные шавурмы хочу сделать. Одну с говядиной, а другую с курицей. Овощной состав тоже будет немного отличаться. Котлету нарежу. Вот так, я думаю, будет отлично. Ну что, собираем. Сначала заброшу на сухую сковородку лепешки. Секунд на 10. Я думаю, хватит. Во-первых, конечно, сальса браво. Острый соус побольше. А затем уже капуста, лук, огурцы, мясо. Как я это дело люблю и уважаю. Соус у меня очень острый. Поэтому немного несладкого йогурта. Он притушит пожар. Сворачиваем. Вот так. Вот так. И готово. Здесь я капусту и сальса браво не кладу. Вместо томатного соуса пойдут свежие помидоры. Опять огурцы. И вот сейчас положу побольше олеоли. А сверху олеоли курицу. Такие вот выкрутаться для того, чтобы олеоли оказался в самом центре. Среди овощей и мяса. Сворачиваю поплотнее. Вот так. Сейчас еще парочку сверну и продолжу. И теперь немного прогрею шаурму на сковородке. Чуть-чуть. Для красоты. Если шаурму с говядиной еще можно немного передержать на сковородке, то вот с куриной нужно обращаться, я думаю, очень аккуратно. Потому что, во-первых, куриная грудка мгновенно пересыхает. А во-вторых, олеоли, мне кажется, гораздо вкуснее холодной, либо комнатной температуры. Поэтому чуть-чуть сверху лепешку подрумянили и надо снимать. Давайте их как-нибудь посимпатичнее разрежу. Хотя, конечно же, хочется поскорее проглотить эту вкусноту. Великолепное сочетание. Яркий, мощный, острый соус, от которого полыхает все во рту. Сочнейшие кусочки мяса. Богатые ароматами, богатые пряностями. Великолепно. Такой свежий салат. И весь этот пожар во рту, все это буйство мягко пригашивается этим йогуртом, который чуть-чуть уменьшает этот пожар. Великолепное сочетание. Давайте попробуем с курицей. Красивый. Даже откусывать жалко. Но, тем не менее, хочется. Какая курица здесь сочная. Главное не передержать. Вариант с курицей, скажем так, больше женский или детский. Он более мягкий. А чеснок в соусе, в лиоле, более мягко работает. Прекрасно. И яркие помидоры придают такую сочность этому блюду. Великолепно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете. Я надеюсь, мне удалось ревелизировать в ваших глазах это великолепное блюдо. Смело готовьте. Пробуйте. Это не джанкфуд. Новые зрители. Во-первых, подпишитесь. А то потом потеряетесь, расстроитесь. А во-вторых, обязательно заглядывайте в описание видео. Там вы найдете не только ссылки на те ролики, про которые я говорил в течение этого выпуска. Но и там же есть ссылки на соцсети. На LiveJournal, на Вконтакте, на Инстаграм. В Инстаграме я публикую анонсы, фотографии тех блюд, которые только собираюсь приготовить. В Вконтакте вы можете задать вопросы и поделиться, так сказать, опытом приготовления блюд по рецептам кулинарной пропаганды. И в-третьих, LiveJournal. В LiveJournal к некоторым выпускам, к некоторым рецептам я готовлю статьи. Возможно, не в каждом своем видео выпуске мне удается достаточно четко и внятно передать самые главные реперные точки рецепта. И я пытаюсь восполнить это дело в виде статей в LiveJournal. Спасибо за компанию. Всем пока.